12 лекция C++. Мы с вами сегодня будем разговаривать про виртуальные методы. Мы должны были с ними столкнуться сегодня на практической работе. Но сейчас я поподробнее про это дело расскажу. И еще кое-что. Значит, информация для вас, ну и для тех, кто смотрит лекцию. Значит, оказывается, у физтехов есть возможность доступа, бесплатного доступа к разным курсам, лежащим на Курсере, от физтеха сделанных. Там есть с Яндексом сделанные, там специализация по машинному обучению. Есть курсы, которые делает Курсера, Mail.ru и физтех делают курсы для Курсера по Python. К этим курсам можно доступиться, соответственно, написав на МООЦ, МООЦ, МООК, я не помню, онлайн, что-то там еще, онлайн, онлайн. А, Open, Massive Open Online Courses. Так вот, соответственно, бесплатный доступ есть к курсам, к специализациям для того, чтобы можно было каким-то крутым вещам обучаться. Вот я могу сказать, что совершенно замечательная есть специализация. Я сам бы с удовольствием прошел, было бы время по машинному обучению. Чуть ли не шесть курсов в нее входят. Так что вот рекомендую. Не зря, что ты из тех это делал-то дадим. Пять курсов. Крутой проект. Да. Шифры, которые можно залезать. Так, ладно. Значит, мы с вами будем говорить сейчас про виртуальные методы, виртуальный деструктор, еще раз про постановочные критерии барбаралистов. И слава богу, что сегодня работает проектор, потому что вот эти вещи, которые как раз хорошо показывают. Я сейчас сделаю следующим образом. Чтобы материал вложился лучше, я буду это дело реализовывать как раз ровно в том самом проекте, который был на лабораторной работе. Потому что вы это видели. Вам это понятно и знакомо. Будете легче сейчас ориентироваться в код. Но перед тем, как я буду это делать, мы с вами коротко пройдемся про то, а что такое вообще виртуальный метод, зачем они, чем их едят. Давайте это сделаем вот здесь. Значит, заголовок про виртуальный метод, но в начале мы сейчас еще раз поговорим про наследование. Причем никакой виртуальности в начале тут не будет. Я сейчас возьму простейшие классы. А простейшие классы это что? Это структуры. Я даже сейчас в начале напишу структуры, которые не содержат в себе никаких методов. Я напишу три структурки. Это у меня будет церковь А, которая будет содержать некоторый, условно, чар Х. Чар Х. Так, посмотрите на то, как я буду располагать. Может быть, вы сможете сказать, что я расположу. Да, надо немножко отступать. Я сделаю структ Б. У структур, в отличие от классов, наследование всегда публичное. То есть у них все атрибуты паблик. И наследование всегда публичное. Поэтому я могу не писать паблик А, но это только для структуры. Понятно, да, у класса там по умолчанию как раз приват. А у структуры все по умолчанию публичное. Структура Б является потомком структуры А. И в ней у меня есть, ну, допустим, некий int y. Я ее тоже закрою. На самом деле, здесь немножко места можно оставить. Сюда нужно будет метод дописать. И еще сделаю структуру структуры С, которая является тоже наследником А. А у нее у меня WZ. Как выглядит иерархия этих структур? Ну, классов. Они же на самом деле-то классы, мы же понимаем, да? Я, правда, здесь методов внутри пока нет. Ну, ничего страшного. Все равно я нарисую диаграмму UMA, в которой у меня будет, собственно, класс А, который является над классом для класса Б, для структурки Б, да? Которая является над классом для структурки С. Ну, если немножко описать их внутреннее содержимое, то я могу сказать так, что у меня внутри структурки А есть чарт Х. Внутри структурки Б добавляется к этому делу int y. И в структуру АВТОЙ. Вы смотрите такими глазами и правильно смотрите. Конечно, не так. С является, простите, пожалуйста, С является прямым потомком А. Сейчас не про ту речь, как бы у меня сгибалось две картинки. С тоже прямой потомок А. Или, короче, как бы его реализация. Как реально устроено вот это добавление дополнительного атрибута. У меня есть структурка А, да? Она как-то... Экземпляр структурки А, да? То есть, есть некий... Экземпляр А, экземпляр В, так и экземпляр С. Вот как они выглядят в памяти. У меня экземпляр А, он у меня находится, соответственно, содержит в себе вот этот самый Х, ну, как бы в нулевом байке. То есть, смещение от начала самой структурки ноль. Размер структуры, ну, в этом случае, скорее всего, совпадает с размером ЧАД, типа ЧАД. Да, ну, один элемент, что структура, она содержит сегодня же один элемент в себе. Почему в союзах может быть другим? Хотя на самом деле может быть другим. Размер структуры не обязан равняться сумме размеров ее составляющих элементов. Хотя все-таки в этом случае, скорее всего, никакого выравнивания не требуется, один элемент и все. Дело в том, что вот этот механизм называется выравниванием. Иногда он используется. То есть, у меня Y может находиться с некоторым зазором от X, ради того, чтобы скорость его поиска, удобнее бывает квантовать память по 4 байта. По 4, а может быть по 8. То есть, это зависит от архитектуры. Компилятор знает архитектуру компьютера, а мы нет. Ему лучше знать, как выгоднее с точки зрения скорости. Ну, чего там экономить какие-нибудь 3 байта? Почему бы не сделать смещение Y на 4? Понимаете? Это называется механизм выравнивания в C++ структур. Ну и класс, соответственно. Его можно специальными опциями компилятора отключить, включить. В общем, те, кто любит возиться с ускорениями и оптимизациями, они этим делом как раз занимаются и думают, что лучше оптимизировать, память или скорость доступа к отрибуке. Нас это, честно сказать, сейчас меняет. Значит, это не интересует, но я должен вам сказать, что это существует. Да? Ну, давайте так. Я сейчас буду считать, что выравнивания нет. Да? Я буду считать, что они сплошненько ближай. Х, а вот тут вот Y, соответственно, 1, 2, 3 и 4. Первый, второй, третий, четвертый байт относятся у меня к инту. Допустим, что инки 4 байта. Вполне естественно предполагать. А экземпляр С у меня что из себя представляет? У него вначале лежит этот самый символ X, да? А потом у него лежат 8 байт. С нулевым смещением лежит X. С единичным байт на байт смещением лежит у меня соответствующий Z. Видите, да? Обратите внимание, что у C и у B здесь разное лежит. То есть вот эти 4 байта, которые вот тут, они там не перекрываются. Ну, перекрываются в этом смысле, что, конечно же, мне нельзя путать B и C друг с другом. А с другой стороны, их B и C являются вполне себе допустимыми для работы, как будто бы это A. То есть если у меня внутри функции, я забыл, что это B и работаю с ним так, как будто это A. Сейчас еще раз примитивно думаем. Это тупо структура, никакой там, никаких функций внутри. То в этом случае что? Да никаких проблем, пожалуйста. Можно с ним работать как с A? Ну да. То есть мы туда клали символ, да? Символ. Все в порядке. То есть этот байт содержит то, что адекватно мы туда и клали. Да? Отлично. То есть в каком-то смысле подстановочный критерий Барбар-Лиска будет работать. То есть у меня с B, как под случаем A, можно вполне прекрасно. Или с C, как под случаем A, тоже можно работать. Давайте попробуем посмотреть, а что будет, если я вызову некоторую функцию, которая пользуется вот этими атрибутами A. Я напишу функцию void.fu. Почему, кстати, fu какой-то такой стандарт? Такая традиция. Да, традиция. Просто традиция и все. А кто ее начал, честно, хотя я даже не знаю. Я тоже долго задавался этим вопросом. Это даже не аббревиатура какая-то? А? Это даже не аббревиатура? Нет. Просто? Не знаю. Честно, я не могу задаться этим вопросом, но не будем тратить время. Расскажите мне в следующий раз. Погуглите, если расскажешь. Можно стильфончик погуглить. Ладно. Короче, если я напишу функцию, которая принимает указатель на A. Ну, давайте, не знаю, назовем его вот здесь вот, как им делать, буковка A. X, Y, Z я занял, A, B, C я занял. Давайте будет буковка B. И я тут что-нибудь с ним делаю. Ну, например, что-нибудь тривиальное. Я его на std.out отправляю. std.out. Я беру и отправляю, соответственно, элемент P. Так вот, вопрос. А могу ли я эту функцию full позвать для экземпляра A понятно? Я могу адрес A передать, и все будет окей. А могу ли я позвать эту функцию full для экземпляра класса B? Могу или нет? Простите, пожалуйста, мне же нужно адрес B передать. Могу ли я позвать эту функцию full для экземпляра класса C? Ну, естественно, передавая его адрес. Можно или нет? Для A понятно? Можно. Ответ положительный – можно. Действительно, пожалуйста, никаких проблем. Давайте создадим проблему. Давайте. вспомним, что на самом деле структуры являются классами. Да, собственно, я для классов тоже вполне могу этого хотеть. То есть вызвать некую функцию, которая использует... Кстати, да, еще один момент. А что такое ссылки? Что такое ссылка? Ссылка – это постоянно разыминованный указатель. То есть после инициализации она связывается с этой областью памяти, то есть константный указатель, который автоматически разыминовывается. То есть если я вот сюда заберу звездочку на амперсант, буду пользоваться ссылками C++. В этом случае мне не надо передавать сюда адрес, а просто пишу B, просто пишу C, но на самом деле передается адрес B, передается адрес C, а здесь я работаю с B и с C по ссылке, как будто бы это А. Да? Значит, еще раз, смотрите. У меня есть электрика. У электрика есть два сына. Так? Так вот, согласно подстановочному критерию Барбар-Лиска, во-первых, эти сыновья обязаны быть электриками. Если отец умеет заворачивать лампочку, сыновья должны умеют заворачивать лампочку. Это не значит, что они все делают это абсолютно одинаково. У них есть своя подклассовая специфика. Но как если был бы заяц и хромой заяц, он тоже имеет функцию идти, только он идет хромая. А электрик, может быть, электрик, а это чистоплотный электрик, подкласс электрика. Он, кроме того, что заворачивает лампочку, еще и подметает за собой. Он не обязан, но может. При этом он не требует дополнительной суммы денег или бутылки водки за то, что он это делает. То есть он не требует дополнительных параметров у функции, дополнительного вызова метода перед тем, как вызвать этот метод. Он действует ровно так же и должно, согласно подстановочному критерию Барбара Лискова, он должен быть полностью выполнять. Короче, функция фу должна работать с ним точно так же, как если бы она работала с его предками. С его нафиг. Да? Ага. А теперь сейчас будет проблема. Итак, что я делаю? Я вспоминаю о том, что на самом деле структуры все присутствуют эко-классы и напихаю внутрь функцию. Она, естественно, будет публичная. Она прекрасно публично обследуется. Сделал функцию Барр, метод, который ничего не возвращает, ничего не принимает. А что он делает? А он у меня распечатывает на сяук на сяук он у меня распечатывает букву А. Он является методом класса А. То есть я вот сюда вот добавил не только атрибут, но и метод Войн Барр. Так, отлично. Но в классах Б и С я его переопределю. Они все-таки под классом у них есть своя специфика. Они это делают соответствующим образом. У них тоже сейчас появится эта функция. Войн Барр, Войн Барр. Да, ок, супер. Здесь она, ну она выглядит точно так же, по сути, Войн Барр. А содержание у нее другое. Ну я, простите, стд пропущу. Сяут. Войн Барр. А здесь эта же самая функция переопределена по-другому. Она делает А. А какой он в итоге вызовет из них? Ага. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Если я внутрь вот сюда вставлю, кроме, ну или вместо распечатки х я вызову вот этот самый метод, там, п, точка, бар. возникает вопрос, что же он высказал. Ваш вариант. Я дам намек, который даст наверняка однозначный ответ. функция фу является компилируемой функцией. То есть, она превращается в машинный код. Все время А? Да. То есть, он плевать хотел, какого типа реально этот самый П, он здесь доступен по ссылке на А, значит, компилируется жестко, конкретный вызов конкретной функции. То есть, вот здесь вот будет ассемблерная инструкция колу. То есть, на самом деле, вот это вот будет эквивалентно вызову вот такого вот. Оно будет эквивалентно вызову не знаю, заметно или нет, давайте все-таки другим цветом, а то темно. Эквивалентно П точка А2 двоеточие бар. Дело в том, что вы же знаете, как полное имя метода, да, звучит? Полное имя метода включает в себя наименование класса. То есть, будет вызван у меня на самом деле, несмотря на то, что классы могут замещать методы предка, могут замещать методы предка, тем не менее, они помнят о том, как делали это предки. Понимаете? то есть, у меня может возникнуть такая ситуация, когда сын электрика, чистоплотный электрик, приходит, закручивает лампочку, то он делает, например, две вещи. Первое, он подметает за собой, а второе, он еще у себя ведет журналирование и ставит себе галочку. Да, я там, влог пишет, куда-то о себе отвечаю, что еще одна лампочка закручена. Но когда его зовет тетя Глаша, она зовет его под именем его отца, слепая, она зовет его именем его отца, по ссылке на предка. Когда тетя Глаша его зовет, то он закручивает лампочку точно так же, как отец, не подметает за собой и журналирование о них. Понятно? У меня нарушается на самом деле логика подходящего критерия Барбары Лиска в том смысле, что подкласс, конечно же, он вроде бы делает то же самое, но ведь у меня должна быть консистентность, он все-таки подкласс, это не должно нарушить его дальнейшие работы. Представьте себе, если он что-то сделал и он при этом ведет какое-то журналирование, например, это класс, который ведет как бы транзакционный, да? Знаете, что такое транзакция? Транзакция это действие, например, над базой данных. Представьте себе, что у вас сложная база данных, в которой у вас сложная база данных, в которой нужно внести изменения сразу в несколько таблиц сразу. Не в одну, а сразу в несколько. Например, человек покупает билет на поезд российских железных дорог. Российская железная дорога имеет информационную систему, за которой стоит революционная база данных многотабличная. И транзакция состоит в том, чтобы осуществить одновременно регистрацию этого человека вообще как пользователя, если он такой еще не зарегистрирован. Второе, внесение в таблицу, которая соответствует закупкам билетов, внесение туда информации о том, что такое-то место в таком-то поезде там занято, туда, отметка в поезде какой-то характеристики, сколько там мест стало меньше. В общем-то, совершенно сложное действие с внесением сразу в несколько таблиц. И транзакция это действие, объединяющее несколько более мелких действий, и либо удалось в итоге купить билет, либо нет. Понимаете? Не должно возникнуть наполовину выполнения этих вещей. Понимаете? То есть, если у меня, например, класс занимается осуществлением какой-то транзакции, например, и вот этот метод это была часть транзакции, то есть у меня может возникнуть ситуация, что есть, например, класс, который делает это нетранзакционным способом, без возможности отката. Потому что транзакция, она обладает возможностью, если у нас, в принципе, поддерживать транзакционные изменения какой-то структуры, например, базы данных, тогда у нас должен поддерживаться откат, ради чего мы делаем транзакционную. То есть, если не получилось это сделать до конца, то будет произведен откат. Раз регистрация пользователя, снятие заблокированного места, которое в поезде отмечено. Понятно? Так? Я к чему? Что не должно быть такой ситуации, что он здесь забывает о том, что он такой. Понимаете? он должен реально действовать именно так, как он действует. Ну, как мы можем это реализовать? Ну, давайте расскажу, какие есть варианты. Сразу скажу, что то, что я сейчас рассказываю, реализовывать не надо. Это наихудший, наверное, способ реализации, но это существует. Называется поли-типа. Каким образом я могу поступить? Я могу взять и добавить специальный атрибут, который так и называется поли-типа. Атрибут m-type ну давайте int m-type в базовый класс. Правильно? В базовый класс. что получится? У меня и еще один момент. А во всех производных производных классах, точнее даже конкретно в конструкторах производных классов в конструкторах производных классов соответственно заполним это поле-типа своим типом. Заполним m-type равно ну какой-то какому-то числу, какой-то ну у меня int, да, какому-то характеристике этого конкретного типа. То есть я бы возьму всем своим типом, для которых я собираюсь обеспечить ну как можно называть свитчинг, то есть переключение какую именно я буду вызывать вот там в месте вызова вот этого баг, вот этого метода. Я хочу знать кто он такой в момент вызова. Вот моя идея. Так вот, я могу конечно взять и заполнить собственно ну некий id типа. Ну еще отдельный вопрос где их хранить, может быть создать этот самый может быть enam какой-то соответствующий. Ну в общем можно осуществить эту возник. К чему это приведет? Как же я буду вызывать метод bar? Итак, у меня возникает коммутация по сути, то есть процесс коммутации вызова. Она будет произведиться в следующем образом. Вместо того, чтобы позвать P точка bar, вместо этого я буду сейчас осуществлять вот такое вот действие. Я не буду писать это через switch case, я напишу это через if else. Ну допустим, я вот в это поле типа писал char символ a в кавычках, b в кавычках, ну условно, или 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2. Понятно? Ну давайте вот это сделаю так. 1, 2, 3. 1 это а, 2 это b, 3 это ц. а если у меня P точка P точка m тай равно 1. Ага, значит это а на самом деле, а раз это просто а, то я что делаю? Я беру и просто называю его P точка bar. Малый кроме этого. а иначе если а иначе если это на самом деле P точка контакт. Если на самом деле ты кто? Ты типа B, то тогда ой, сейчас мне придется рубнуться, рубнуться в смысле сделать заклинание, которое превратит P из ссылки на A P ссылку на B. Есть такая штука заклинание. Они бывают статические, бывают динамические, а бывают реинтерпред. Когда вообще плевать хотел на то, какой реально типа это ссылка, говорю, а теперь ты ссылка на то. Как с указателями же можно взять и реинтерпретировать память. Это очень опасная операция. Но реинтерпред каст это самая опасная операция. Ну или как в сишном стиле это просто тупо взять и реинтерпретировать память. Но я не хочу делать это по сишному, я сделаю static каст, хотя в данном случае было бы безопаснее сделать dynamic каст, но я не буду. static каст, отлично, я говорю, static каст, я кастую тебя. Кастую тебя, говорю, а ты теперь на самом деле типа ссылка на B. Я ведь знаю, что ты на самом деле B. Кого я преобразую в ссылку на B? Я P преобразую в ссылку на B. И с P преобразованным к ссылке на B, то есть теперь вот эта штука это ссылка на B. Вот для ссылки на тип B типа B я могу вызвать его бар, чтобы подчеркнуть я могу на самом деле написать B двое точие бар. Если бы я это сделал просто B точка B двое точие бар, то он бы сказал мне sorry у B нету B про эту чебару. У него такой метод не а так я могу подчеркнуть какой реально будет вызвать. Это не обязательно но просто чтобы вы понимали. Да? Я выпендрился и сказал тебе а ну давай насильно я знаю что ты B осознавайся давай умей это делать делай это так как ты делаешь. Ну и соответственно на что я говорю а иначе если ты на самом деле C я специально сейчас про C напишу еще равно 3 тогда тогда кастуем тебя в соответственно ссылку на C ты теперь ссылка на C и для тебя как ссылки на C я вызову C от V точия V сознавайся я знаю что ты это умеешь потому что ты на самом деле C хотя здесь ты мне и доступен как ссылка на A ясно во что превращается во первых даже при такой маленькой иерархии ABC это уже сущий A второе в момент когда мне надо вызывать каждый раз вместо того чтобы просто позвать функцию я это второе вместо вызова то есть вот например вот эта функция F место вызова должно заранее знать про то каких типов там могут встретиться экземпляры понятно то есть баба Глаша должна знать о существовании всех видов сыновей и если вдруг не дай бог появится еще новый потомок в этой иерархии внук какой-нибудь который является под классом чистоплотного он еще и спасибо говорит приглашайте меня в следующий раз понимаете то у меня что возникнет мне придется переписывать все места вызова функции безумно понятно какая есть альтернатива альтернатива конечно есть что я могу сделать я могу не только описать метод бар в каждом классе но вместо поля типа ввести указатель на на текущий метод бар это очень похоже на поле типа то есть я что сделал я в конструкторе каждого производного класса в указатель на функцию в мой атрибут который является указателем на текущий бар понятно давайте вернемся вот сюда вот к изображениям а b и c вот сюда посмотрите не спать не спать внимание присобачиваем указатель туда добавим туда указатель поскольку он у меня есть в а то он автоматически наследуется и в и в с во всех потомках у меня будет этот самый указатель лежит ровно в том же самом месте правда то есть как я доступался вот здесь внутри функции фук атрибут x который у нас следовался и туда и туда я точно так же смогу доступаться к этому атрибуту он всего лишь атрибут он не мет атрибут он реально в каждом экземпляре присутствует он занимает свои байты значит этот указатель реально в каждом экземпляре будет присутствовать точно так же как m-type он занимал дополнительные сколько-то байт да но зато хранил себе информацию о том как бы на козе написано что коза на чистоплотном элемент что он чистоплотный да понятно то есть возникает возможность идентификации типов во время исполнения все прекрасно но мне это как вы увидели насколько это неприятный момент заниматься реальной идентификацией типов во время исполнения нехорошо неприятно некрасиво так вот я могу запихать туда что указатель на функцию ван которая текущая для данного типа то есть каждый экземпляр хранит указатель на функцию ну надо сказать что указатели на функции все плюс не очень приятные у них сигнатура они описываются так некрасиво к этому еще привыкнуть надо я к вам сильно не рассказывал вообще я даже не рассказывал но знаю они есть имя функции является указателем на функцию вопрос как создать переменную которая может хранить собственно адрес функции это еще отдельный вопрос но можно я не буду сейчас описывать как это сделать но можно так вот мне соответственно в конструкторе каждого производного типа мне надо запихивать вот туда вот в этот вот п бар и что я буду делать в момент когда мне надо но зато диспетч коммутация может быть правильнее было бы сказать диспетчеризация слово диспетчеризация здесь более четко диспетчеризация либо то либо то я неудачно выбрал первое тяпо давайте зачерпнем диспетчеризация выбрал зато вместо вот этого всего от вот этого всего я перехожу к чему что мне надо у п взять его указатель п бар да указатель на функцию и Михаил Николаевич как правильно указатель на функцию перед вызовом разыменовывается или сразу вызывается плюс а но я разыменую хотя возможно это не обязательно я разыменовываю указатель на функцию и вызываю в данном случае параметров у нее нету поэтому формально просто сколько я пишу не нужно стираем но на самом деле надо понимать что п бар это атрибут который содержит адрес соответствующий функции ну казалось бы красота но какой ценой ведь это же значит что мне нужно напихать сейчас конструкторы и в каждом потомки внимательно отслеживать какой именно бар туда попадает а еще могут быть потомки которые например потомки которые не заменяют указатель то есть которые пользуются методом своего отца когда они должны метод отца своего туда указать в общем возня все равно остается а еще у меня таких методов как бар должно быть много ведь у меня класс он не один единственный метод имеет нормальный класс он имеет сразу много методов так что же мне для каждого вот такого метода создавать дополнительный указатель который хранит где реальный метод хранится знаете какой есть способ еще один плохой способ а потом я скажу ребята это в языке уже реализован еще один плохой способ но он лучше потому что для большого количества экзонсляров для большого количества методов в классе он позволяет экономить место я реально я реально тут хранить не указатель на конкретный метод а указатель на таблицу этих самых методов таких особенных назовем их виртуальный виртуальный особенный метод не надо спать давайте pt 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 вместо p бара указатель на таблицу то есть мне на самом деле надо будет сделать следующим образом это усовершенствование это все таки усовершенствование потому что у меня на самом деле там может быть их много я беру вместо этого беру экземпляр p не зная о том какого он типа конкретно но я беру вызываю для него что вызываю для него этот самый прошу прощения его атрибут pt указатель на таблицу среди этих указателей я нахожу нужный мне указатель который соответствует нужному методу например барта в этой таблице будет лежать в нулевом просто то есть на все экземпляры типа а а1 а2 они все в себе содержат и pt и свое значение x но значение pt у них у всех одинаковое оно заодно идентифицирует и сам тип а что а имеет третий экземпляр они все типа а а pt у них указывает на одно и то же место мне не надо хранить много таких таблиц табличка которая для каждого нулевая нулевой метод первый второй третий метод ну и нулевой метод указывает на собственно местоположение в сегменте кода а бар понятно ясно ну и для других там тоже лежат то есть я одним указателем могу сразу хранить целую кучу адрес таблицы виртуальных функций ну в результате мне нужно чтобы взять адрес найти нужный там номерочек который соответствует бару ну допустим нулевой то есть какой-то который соответствует бару так и вызвать соответствующую из массива из этой таблицы виртуальных функций вызвать соответствующую функцию так ну правда еще и надо понимать что эти функции там разных сигнатур с разным качественным параметр как это интерпретировать возня возня ну зато будет опять же мы избавляемся и от диспетчеризации и еще теперь баба Глаша не должна не обязана знать что появятся сыновья внуки она знать не знает а все равно отрабатывает метод конкретного подкласса классно? а теперь самое главное теперь самое главное все это встроено в язык и срабатывает автоматически все вот это не надо вообще не надо потому что потому что мы можем взять и написать зеленый хотя бы мел отлично взять и написать вот в этом вот классе слово виртуал 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 метод вот этот вот метод является виртуальным а значит для него автоматически для структуры а а значит и для всех ее потомков будет создана таблица виртуальных методов да и у меня если не происходит замещение виртуального метода то тогда там будет оставаться автоматически само в автоматическом конструкторе оно само будет проставлять нужные указатели на нужные виртуальные методы ближайшие по иерархии вверх то есть он найдет ближайшую реализацию к себе ближайшего надкласса то есть насколько возможно более конкретную реализацию нужного метода если у него он не определен а если определен то он и будет вызываться и вызов опять же от всех вот этих сложностей мы приходим к простому вызову то есть нам не надо ничего писать вот этот вызов но мы должны понимать что вызов виртуального метода штука дорогая по времени ну она на самом деле ладно она не очень дорогая по времени плюс чуть-чуть но все-таки время на диспетчеризацию потрачено будет на то чтобы вот вытащить вот через таблицу виртуальной функции и осуществить вот этот вот вызов вы написали виртуальный в структуре а в структуре в б не написали это все это просто я не успел конечно же да а мы обязаны везде таскать это виртуальный висок так мы теперь виртуальный везде метод тоже название имеет то есть он только не одному классу присущ а на случай если его захотят наследовать класс цель но если этот класс если этот метод типа общий для всех есть такой еще раз ну типа этот метод присущ всем классам которые как абстрактны так и наследуют ну или да дело в том что в принципе методы они и так наследуют но в данном случае особенность виртуального метода они различаются у них только название совпадает дело в том что они при замещении метода он тоже название только совпадает а реальная реализация разная замещение возможно без слов virtual но в случае если вы дописываете слово virtual то у вас вызов такого метода становится волшебным то есть вот этот вызов он на самом деле компилятор в комбили когда он осуществляет компиляцию функции фу и всех других мест где происходит вызов виртуального метода то он на самом деле вместо обычного кол осуществляет вот то самое что я сказал а это виртуальный подождите ща мы залезем в таблицу виртуальных функций достанем нужный указатель разоминуем и вызовем функцию по этому указателю ту самую соответствующую а указатель он будет брать из экземпляра который ему будет передать а указатель он будет избрать из таблицы виртуальных функций которая для данного конкретного класса таблица виртуальных функций для данного класса или подкласса она одна на все экземпляры То есть мне в экземпляре не надо хранить всю таблицу. В экземпляре мне нужно сослаться на правильную таблицу виртуальных функций данного подкласса. То есть она что-то типа статичное? Да. Но поскольку все классы являются в C++ статик классами, сами классы, они статичные, да, то есть они не появляются в процессе выполнения программы, правильно? В процессе выполнения программы в C++ новые типы не появляются. Нет? Да. Не появляются. Они все в момент компиляции появляются новые типы, и происходит проверка всех типов в момент компиляции. Таким образом, я могу в момент компиляции действительно создать все заранее статические таблицы виртуальных функций в сегменте дата. Для каждого подкласса ровно подкласса. А что было бы, если бы мы в структуре C не написали бы виртуал бар? Ну, то есть просто в эту бар написали бы без виртуал. Что бы изменилось? Давайте попробуем. Даже более того, я не уверен, но, по-моему, в этом случае slow virtual во всех остальных местах, в принципе, не надо писать. То есть они автоматически виртуальны. Его нужно писать, если потом будете следовать от B или от C уже, в свою очередь, что-то. Да. Тогда нужно писать. А по-моему, нет. По-моему, нет. Давайте сейчас посмотрим. У нас же есть проект, в котором вся иерархия классов уже есть. А сейчас я свет выключу. Так, где моя... Та-дам! Да здравствуют драконы! Но надо сказать вам, что отписал я этих драконов когда? Год назад? Да. Да, я еще сам мало знал про C++ нового стандарта. Еще, видите, я пишу по-старому. 99 стандарты. Цикл форм, он, видите, через иерархия. Эй, форм, заработала мышка. Отлично. На самом деле, здесь можно было бы не вот так бежать, а просто сказать, для ауто, ауто, амперсан, дрэгон, по ссылке доступаться. Да? Двоеточие дрэгон. Да? И дрэгон в этом случае не является итератором, а является ссылкой на конкретного дракона из списка дрэгон. Ну, списочный тип, циклофон. Я вам показывал раньше? Где-то когда-то я должен был мелькать, когда я говорил про циклофон. Но в случае с векторами, листами, мэпами, любыми контейнерами, вот такой способ пробегания по контейнеру удобнее. Он очень похож на питоновский тип циклофона. For x in a. For dragon in dragons. Да? Удобно, красиво? Понятно. И в этом случае, кстати, нам не требуется разуминовывать указатель. То есть, ну, учитывая, что экземпляром там является указатель, в списке хранятся указатели. У меня все равно, конечно, останется стрелочка, но зато мне будет нужно каждый раз еще и разместить. А? На одну звездочку меньше. В общем, супер. У меня, оказывается, можно вот так вот добывать циклофон. Переписывать. А? Переписывать. Эту функцию я переписывать не буду. Вот эта функция playgame, она как некая... Ну, на самом деле, это даже не баба Глаша. Бабу Глашу сейчас покажу, которая будет вызывать виртуальную функцию, которая будет думать, что все драконы – это просто драконы. На самом деле, здесь у меня происходит какая работа с драконом? Dragon Color, спрашивается. Да? Dragon is Alive. Да? И что еще? А больше ничего. Hero Attack называется. На самом деле, вся сложная работа, она вот там вот, в Hero Attack, туда, куда я передаю, собственно, ссылку на дракона. Ну, разоминовывая указатель на дракона, я передаю туда ссылку на дракона. Итак, давайте туда переместимся. Интересно, могу ли я прыгнуть? Ah, yes. File Declaration of Attack. Все. Перепрыгнули на место, где определена метод RT внутри класса Hero. Ну, во-первых, давайте я напомню кратко, мало ли кто-то не делал лабу, слушает лекцию или смотрит ли на YouTube. Значит, это у нас какая у нас лаба идет? 12-й неделе, да? Соответственно, на сайте, который указан под видео, там, 12-й неделе, там можно скачать антикруль или репозиторий формы. Значит, у нас там 4 файлика. Есть над-класс юнит, который общий и для дракона, и для героя. Он имеет, соответственно, хелс, хелс протектор, то есть он наследуется и доступен изнутри иерарху. В основном здесь вся эта обертка, она над хелсом, то есть getDamage, который принимает дэмэдж, убавляет его хелса, getHealth, который возвращает текущее состояние хелса, константный метод, и проверка изолайз, которая возвращает круг или хелс, в зависимости от состояния хелса. Эти методы не будут у меня виртуальными, потому что я не собираюсь их переопределять. Зачем мне осуществлять сложную дискутеризацию и отягощать вызов этих методов, если они у меня не будут переопределять? Так, ну и конструктор, который это дело загоняет туда, стартовая хелс и attackForce. AttackForce у меня является публичным атрибутом. Так, есть, соответственно, DragonH, который описывает класс дракона, наследник юнита публичный, у которого добавляется ответ и цвет. Защищенные. И публичная C-KillScores, означающая количество очков для данного дракона, сколько он стоит. Надо сказать, что у меня для всех драконов сейчас одинаковая константа очков, сколько за убийство этого дракона присутствует. Так, у зеленого дракона, единственного, который реализован, этого нет. У нас есть две константочки, кстати, приватные. Константочки GreenDragonFelce и GreenDragonAttackForce. То есть, его константа, как сказать, по умолчанию, какой у него хелс, выставляется в начале его жизни. И attackForce, который мы сейчас видим. Значит, короче говоря, что у меня происходит дальше? У меня есть функции CheckAnswer, GenerateQuestion и Color. Давайте посмотрим на то, что делает герой. Герой, но он имеет свои константы, DefaultHealth, DefaultAttackForce. И когда создается герой, то он создает вызов юнита с DefaultAttackForce и DefaultAttackForce. И количество очков выставляет себе в ноль. Главная функция героя – это атака. Герой принимает дракона как ссылку и атакует. Что он делает? Очередной акт атаки дракона состоит в том, что он просит дракона сгенерировать вопрос. И запечатает вопрос на клавиатуре. Потом он спрашивает использователя с потока ввода, с клавиатуры, ответ. Просит дракона проверить ответ. Нет, дракон там внутри себя проверяет соответствие ответа этому вопросу. И в зависимости от того, что там получится, true или false, у нас будет либо дракон getDamage с AttackForce моего героя, либо я сам, хироу, атакуя, вынужден принять getDamage с AttackForce того самого дракона. Понятно? Ну, собственно, атрибут AttackForce, он общий для всех драконов, но значение, которое там лежит, оно зависит от вида дракона. Там может быть дракон покоцанный, может быть, у него AttackForce тоже. То есть сам getDamage на самом деле, он мог бы быть тоже виртуальным по-хорошему, мог бы быть замещаемым. И кроме уменьшения холса, еще и AttackForce уменьшен. Потому что что-то покоцанный дракон так же хорошо дерется, как и свежий. Правда? Так что это, на самом деле, могла бы быть модификация игры, но сейчас нам нужно просто заставить ее работать. В чем состоит ее? Ну, вам я могу, все остальные, они уже напишут, когда будут смотреть видеозапись лекции, вы все это делали. В чем состоит, собственно, разработка, чтобы это дело заработало? Во-первых, у меня внутри вот этой функции PlayGame используется список драконов, которые содержат генерацию не только зеленого, но и красного, и черного дракона. Даже если сейчас скажу, ну их, я сейчас только зеленого дракона буду смотреть. То есть зеленый дракон является потомком дракона, дракон является потомком юнита. Да? Так, окей. Но у меня внутри героя я не знаю, какой именно дракон из возможных драконов. Я не знаю, что он зеленый, хотя сейчас я красного, черного еще не реализовал. Он является единственным допустимым потомком, но все-таки я же не знаю. Вот здесь, чисто вот по компиляции. Поэтому у меня очевидно все вот эти вызовы, да, и в частности вот hero attack для дракона, да, вот что там hero с ним делает, generate question, check answer, они будут у меня в компилированной статически. Как в драконе, есть такими они и будут. Давайте посмотрим, как и в они в драконе. Check answer, ну, допустим, он меня устраивает. Дракон у меня не близорукий, он все ответы точно сверяет. Можно было бы сделать похожий тролля, который не умеет отличать число, написанное задом наперед, и передом назад, и все, а, и это сойдет. Может быть, его тоже надо было бы перегружать и делать это виртуально. Но меня это устроило. Все драконы у меня будут check answer родина. И статично. Color тупо возвращает скрытую переменную, это getter для переменой mycolor. А вот generate question. Разные драконы у меня на самом деле должны для разных операций это делать. Видите, у меня здесь закомментированный класс red dragon. Плохо видно серийным цветом, сейчас я раскомментирую его. И black dragon. Так вот, если green dragon проверяет операцию, это арифметические драконы, они задают вопрос про зеленый про операцию сложения, красный про операцию вычитания, черный про операцию умножения. Так вот, вот этот сам generate question должен быть разным. А у меня абстрактный дракон, он никакой реализации не предполагает. Если же я сейчас попробую починить программу методом, да, сейчас я запущу ее, она же должна как бы работать. Так, сейчас, секундочку. Так, с F9 что-нибудь. Билдится. И он говорит, а, у hero нет метода addScore. Ну, это примитивная вещь, это то, что в первом пункте он написал. А? А вы и септер напишите. Что? Иди, и септер сразу напишите, он потом от него будет падать. Скорость, там что там? Скорость. Так, я должен что сделать? Скорость плюс равно скорость. Так, и что еще там надо было? GetScore. GetScore. С S на конце, да. А? Все. Да? Yes. Оба метода я написал по работе с очками. Запускаемся. Перекомпиляция. Все должно скомпилироваться. Сейчас я поможу. Где-то моя перспектива с дебазом. Undefined reference to drag and generate question. Потому что я его так пока еще и не реализовал, да? Вот он мне говорит, нет реализации. Я говорю, давайте я тупо сейчас поставлю пустую реализацию. Я же понимаю, что абстрактного дракона нет. Я его ставлю пустую реализацию. Что произойдет? Он у меня реально будет вызывать эту пустую реализацию. Рейтюрнер. 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 Да? Ты думаешь? Ну, он же должен вернуть строку. И он потом эту строку на принт посылает. Ну, я главное сейчас напишу. Это я советую. Я могу же вот так, наверняка. Давай, давай, что у нас структор стоит. Да, да, да. Давайте в хэллоу вору. А? Давайте в хэллоу вору. Чтоб что-то попало. Ну, чтоб что-то увидели. Хэллоу в драку. Ну, давайте, увидим. Ой, да, все окей. А, так, сейчас секундочку. Надо вот этот билдить и его запускать. You have made a new Green Dragon 5. Question, hello, wow. И он вообще неадекватно реагирует. Потому что реально он сверяется с ответом, который ничему не равен. Он равен какому-то случайному числу. Понимаете? Какой чек-кэнсел? Хирусофрус. Я не угадал. Понятно, что в геймморде. В общем, у меня возникает вообще большая проблема. Это худшее, что может случиться. Потому что я написал, как сказать, плохую реализацию, пытаясь заткнуть дыру, которая реально работает. Нет, так нельзя. Мне надо вернуться к той реализации, которая у меня была. И удалить оттуда плохую реализацию. Return to Hello World. А как мне выйти? Я же не могу не дать реализации. Это же называется. Вот оказывается, что вот такая ситуация. Я говорю, так, товарищ, virtual, виртуальный метод. Таким образом, если я не создал экземпляра дракона, дрэгона, абстрактного, то у меня не будет ошибок. Но все-таки, но все-таки, я хотел бы запретить создание абстрактного дракона. Я хочу сказать, дракон, ты только абстрактный. Тогда я должен сказать, что это pure virtual. Прошу прощения. Pure virtual. Равно нулю. Слово pure здесь нигде не пишется. Но вот именно вот это вот равно нулю является информацией для компоновщика, для линкера. Линкер, заткнись. Реализации не будет. А заодно знай. И экземпляров этого конкретного типа не жди. Их точно не будет. Если они вдруг будут, то капиллярами погиб. Запретит и тыкнет программисту, вы пытаетесь вызвать метод, точнее создать экземпляр абстрактного класса. Надо сказать, что вот эти вот абстрактные классы являются очень мощной вещью. Среди чистых абстрактных классов допустима такая штука, как множественное наследование. Множественное наследование, то есть когда один класс является одновременно... Давайте вернемся к доске на секундочку, это очень важно. Есть такая штука, как множественное наследование. У него есть противники, есть сторонники. Как с ним быть? Что это значит? Что у нас класс какой-то... Класс... Класс... Бейс и драйв. Класс драйв... Драйв... У меня является... Класс драйв является наследником одновременно двух бейсов. Бейс 1, запятая паблик бейс 2. Вот вопрос. Разрешать это или нет? На диаграмме классов вот такая фигня, она будет выглядеть следующим образом. То есть он одновременно, как потомок двух предков. Да? Гибрид. С точки зрения хранения атрибутов возникает какая-то странная мешанина. В чем она состоит? У меня есть х, который там, а есть у, который оттуда. Смещение вот здесь, оно какое должно быть для атрибутов. То есть у меня смещения должны измениться. То есть второе, вот это вот множественное наследие, создает очень сильные проблемы с точки зрения реализации ее в компиляторе. Вот тот из моих знакомых, который занимался... А, Голубев Василий. Занимался, по-моему... Нет, сейчас. Нет, он мне не знает. Тимур из Хаджанова, из гугла. Он занимался в компиляторе этого... Как он называется? Гоу? Нет, не Гоу. В C++ компиляторе этот... Господи, помилуй. Их этот проект... Шланг. Шланг, да. Целанг. Вот их реализация компилятора, которая под LLVM. Которая на андроиде используется? Не знаю. Скорее всего. Скорее всего именно он, да. Это общий проект Гугла, Эппла, еще кого-то там. Но при этом сам этот проект, вот, компилятор, он открыт. Так вот, этот Целанг, да, вот он занимался там поддержкой этого множественного наследования. Он сказал, это такая же жесть просто. Про это надо говорить, что множественное наследование – это жесть, которая во многих компиляторах плохо работает и трудно ее реализовать. Но все-таки совсем без нее обойтись часто нельзя. Знаете почему? Потому что у меня должна быть возможность сделать класс, который реализует два интерфейса. То есть его и в ту функцию, и в ту функцию должно быть можно запихать. Понятно? Так вот, я вам скажу, это допустимо в той ситуации, когда у меня это интерфейсы, то есть чистые абстрактные классы. Их еще называют, знаете, таким словом абстрактный полиморфный тип. Полиморфный, потому что в нем есть этот самый virtual, да, то есть в нем все методы виртуальные, кроме конструктора. Все методы в нем виртуальные. Абстрактный полиморфный тип или чистый абстрактный класс. Ясно? Или можно сказать по языку Java, объектно-ориентированного. Там эта штука называется штукень, называется интерфейс. Вот в Java, между прочим, вот это запрещено. Зато реализация интерфейса, сразу нескольких интерфейсов, да, допустимо. Но интерфейсам запрещено иметь атрибуты. Интерфейсам, то есть интерфейс это вот этот самый абстрактный полиморфный тип, да. Им можно иметь виртуальные методы, а вот атрибуты запрещено. И тогда, да, тогда это хорошо. Ясно? А вот если это уже конкретные классы, то множественные конкретные классы, то есть конкретным классом является какой? Которого вы можете создать экземпляр. Да? А если двух наследуемых классов будут одинаковые методы? Ну, методы загрязанности натурой. По комбинатору просто это проигралируют, они же не реализованы. Какой вопрос, какой вопрос. А что если БС1 и БС2 имеют одинаковое название метода? В этом случае Дерайв может обратиться и к одному методу, и к другому методу, различая их по этим, почему? По параметрам, наверное, в порядке. Ну, по спискам, а если одинаковые сигнатуры? Ну, а какая разница, они же нулевые. А разная реализация. А в интерфейсе нет реализации. Да, но один из них первым, другой, второй указан. Значит, я могу реально выбрать либо тот, либо тот. А что если у меня, у Бейза, есть предок? Да, ББейз назову его, ББейз 1. Да, и у этого есть предок. ББейз 2. ББейз 2, да. И у меня есть, пусть здесь нету реализации, но зато ББейз 1 указан первым. Наследований, да? Но у его предка есть реализация этого метода с той же самой сигнатурой, как и у этого. Какую он должен взять? Вот эту реализацию или вот ту реализацию этого метода с одинаковой сигнатурой? А? На самом деле, вот, например, в Питоне, там лествичное право наследования. Ну, правда, как сказать, тут не наследование, а в смысле наоборот, да, как бы поиска методов. То есть там поиск в ширину идет слева направо, вот так вот. Питон, он бы сказал, вот этот метод. А С++, он поиском в глубину ищет метод. Но самая жесть, знаете, когда возникает примножительное наследование? Когда вот эти вот предки имеют общего предка. Когда, как называется? Хуже, чем Готуба. Ну, типа, ну, не инцеста, да, но в смысле я имею в виду, если это с чем-то сравнивает. Короче, смешение кровей. То есть есть некий фабейс, который общий предок. Что произойдет с атрибутами, если это наследование не виртуальное? И там есть атрибуты. Но это жесть. То есть у меня этот возникает дубликат атрибута. У меня есть х у вот того вот предка, у которого есть реализация этого х тут. И реализация этого х тут. А здесь у меня что, возникает два различных х, которые от одного и того же предка унаследованы. Вы понимаете, какая жесть при поддержке этого в компиляторе? В общем, это действительно большая проблема. Поэтому я вам крайне рекомендую пользоваться множественным наследованием, но только до той поры, пока у вас чистые абстрактные классы. В них никаких атрибутов нет. Вообще. Вообще. И только виртуальные методы равно нулю. Virtual что-то равно нулю. Virtual что-то равно нулю. Ну конструктор. Хорошо, конструктор. Пускай так будет, а то по умолчанию. Лучше всего, короче, не описывать. А деструктор виртуальный. Вообще деструктор желательно должен быть виртуальным всегда. А почему? Да потому что в момент удаления класса, в момент удаления экземпляра, мы можем не знать о его типе. Мы его запихиваем, создавая экземпляр. Я его запихиваю сразу в какой-то контейнер и не храню как отдельную перемену. Я по указателю new делаю, а потом в конце буду... Ну у меня же именно так сделано с вот этими... Давайте вернемся к нашим драконам. Я же именно так делаю. Я в конце, когда геймодер состоялся, playgame, вот у меня функция play, я вначале генерирую dragon list, generate dragon list, а в конце я этот dragon list clear делаю. Но правда здесь это не вынесено в отдельную функцию. Может быть надо было бы вынести clear dragon list. Clear dragon list. Та функция, которая принимает, собственно, dragons, и эту функцию описать. А можно вопрос? А? Можно вопрос? Да, конечно. Получается, если у нас чисто абстрактные классы были, мы их унаследовали, у них были пересекающиеся методы, то компилятор просто это проигнорил и подумал, ах, все равно не пустые, да? Типа такого? Ну, у чисто абстрактных классов же все методы... Ну, а не будет, конечно, реализации генерируем? Их нет. Ну, то есть, если мы захотим переопределить, например, в дочернем классе, то он, ну, как бы, ничего страшного не будет. Они же были нулевой реализацией, по сути, в обоих первых классах. Черт. Ну, например, base1 содержал метод фу, и base2 содержал метод фу. Делитр хочет переопределить этот метод. Компилятору, как бы, ведь все равно будет, они же все равно... Ну, они были с нулевой реализацией оба. Да, 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 он просто аккуратно подменяет адреса в таблицах виртуальных функций, и все, и никаких проблем. Но принцип поиска метода будет все равно по первому из указанных, да, если при прочих рамках, если он соответствует сигнатуре вызова, да, если же его по левой иерархии вверх нету, то он будет искать по правой иерархии, по следующей, да, по следующему, потом по следующему, поиском в глубину. Понятно? Пока не найдет. Так, ладно, я что хотел сделать? Я хотел тут впихнуть вот эту вот очистку, да. Короче, я вот здесь вот в какой-то там функции clearDragonList, да, я осуществляю их очистку, то есть в момент, когда я очищаю память, когда я делаю deleteDragon, кстати, между прочим, тоже вот это вот дело фигово написано, auto, ampersandDragon, двойточиеDragon. И как? Зачем мне это делать, если я могу это сделать? Правда? Так же короче, проще и понятно. Так, и что я в момент удаления, я на самом деле не знаю, какого он типа. Понимаете? Да? А, да, я прошу прощения, поскольку это теперь не итератор, который заменовывает не на deleteDragon. Я не знаю, какого он типа. Но ничего страшного. Да? Потому что у меня что? Потому что у меня деструктор виртуальный. Кстати, давайте посмотрим, а виртуальный или у меня деструктор. Ну как? Деструктор вообще не описан. Вы знаете, а дракон у меня поддерживает концепцию раи? Он у меня какие-то ресурсы динамические хватает в конструкторе? Нет. Тогда и не нужен ему деструктор. Но если бы он захватывал какие-то ресурсы в конструкторе, то если бы я не сделал виртуальный деструктор, знаете, что было бы? Был бы у меня memory link. То есть я конструктор вызывался конкретный, выделил у меня память. Подхранение ответа, например. Да? А в деструкторе был вызван деструктор отца, который знать не знает о том, что я захватил ресурс. Никакой конкретно. И освобождение не произошло. Memory link. Утечка памяти. Поэтому деструктор, если только он вообще нужен, если у меня захват ресурсов в конструкторе происходит, обязательно виртуальный. А вот возникнет segmentation fault. Но если бы отец уже освободил свои ресурсы, а мы попытались, как бы, будучи преды, вызывая бы деструктор отца, и тогда бы он попытался делитнуть элементы, которые уже были удалены. Деструктор отца вызывается после этого. Деструктор отца вместо деструктора сына. Я думаю, что сложно придумать такой пример с segmentation fault. Ладно. Что бы еще последнее скажу? У меня одна минута осталась, по-моему. Ну, на самом деле, можно осуществить дореализацию, но из таких вещей, которые важно было произнести, это именно про... Давайте попробуем его запустить. Давай. О, 42 плюс 68. Сколько это получается? 110. А? А давайте, знаете, что сделаем? Я сейчас проиграю. Я сейчас... Компорт С нажал. Я сейчас, когда дракон генерирует вопрос, я уменьшу масштаб. Я буду числа от 0 до 10. Ну, что мне тратить время сейчас? А вы держите, чтобы он ответы просто выводил. А? Вместе с вопросом на бьет свободник. А что такое? А, я не год. Эй, я не год. Да, надо бьет... А там что-то бьет не работало нормально. 10, 5 плюс 1, 6. Дракон 15, давайте... А, все, you killed the dragon. А вот это... Что я хотел? Вот из таких вещей, которые можно здесь проагридить. Во-первых, я нарисую сейчас кратенько иерархию и скажу, что хорошо бы реализовать. Особенно у вас же одна пара была, мы наверняка не успели все это сделать. Вот про троллей. В чем идея состоит? Вот у меня есть абстрактный юнит. Да? Есть хиром, который является его реализацией. Да? Есть у меня... Надо сказать, кстати, что юнит не является чисто оттуда. Здесь у меня иерархия, но у меня нет множественного досы. И оно категорически тут должно быть запрещено. Так вот, у меня была такая ситуация. У меня был дрэгон, который является предком для Red Dragon, Green Dragon, Black Dragon. Да? Да? А я говорю, давайте разнообразим игру, добавим туда, например, перевод систем с числением. Да? Я добавлю туда тролля. Ну, куда мне тролля добавлять? Тролль же не является драконом. Да? В этом случае я его добавлю вот сюда. Я создам абстрактного врага. Абстрактного врага. У него не будет цвета, потому что он не является драконом. При этом у меня есть тролль. Если я хочу сделать не одного единственного тролля, а иерархий тролля, то это может быть абстрактный тролль. У меня есть какой-нибудь, так называемый, синий тролль и желтый тролль, которые являются его реализацией. Понятно? То есть, благо, в C++ мы можем реализовывать частично. То есть, у меня вот эти вот подклассы, они не все виртуальные методы, так сказать, раскрывают. Или не виртуальные. То есть, у меня добавляется какой-то метод, который используется по тонками. Но надо сказать, что есть некоторые тонкости по вызову невиртуальных методов из виртуальных. Виртуальных из невиртуальных есть тонкости. Но все-таки они в основном могут быть виртуальные, но это значит, что тот, который надо будет. Ладно. Давайте на этом с вами закончим. То есть, вот такую иерархию желательно суметь. То есть, вставить туда дополнительный класс. На этом все. Спасибо вам большое. До встречи.